Разную анкету города, то в графе год рождения поставили бы 1221-й. А в графе год рождения указали, вместо рождения указали прислияние Аки и Волги. Как раз сейчас через Волгу мы с вами и проезжаем. Аки скоро, скоро скажем свое здравствуй. В графе основатель Нижнего указали бы великий князь Юрий Всеволодович. Ну, а для того, чтобы проверить правильность составленного нами документа, давайте-ка откроем одну из самых старейших, дошедших до нас летописей Лаврентьевскую. И там на одном из ее пожелтевших листов прочитаем следующее. В лето 1221 года великий князь Георгий, сын Всеволодов, в устье реки Аки основал град и наличи ему имя Новгород Нижний. Так возник наш город. Первоначально это был форпост по охране восточных границ огромного Владимира Суздальского княжества. А затем, с течением времени, город свое военное назначение теряет и становится крупным торговым центром, благодаря выгодному положению на Акете Волги. Сюда приезжают купцы, которые любили говаривать, что лишний рубль карман не тянет. Друг перед другом они кичились роскошью, богатством, именитостью. На рубеже 19-го и 20-го столетий Нижний Новгород – крупные капиталистические центры. И так же, как для всякого подобного города, для него характерен контраст. Роскошь в руках немногих, посячество у тем большинства. Сегодня Нижний – один из крупнейших городов России. У нас нижегородцев около 1 миллиона 300 тысяч человек. И по-русски прибольно, широко, на двух берегах Аки и Волги раскинулся наш Нижний. На 55 километров. В такой большой протяженности с ним могут соперничать лишь один Волгоград – это Большие Сочи. Въехали мы в новый микрорайон, который называется Мещера. Этот микрорайон возводился совместно с немецкими архитекторами. Поэтому здесь есть отдельные дома, в которых квартиры двухуровневые, улучшенные планировки, с большой комфортностью. Правда, пока еще и зелени здесь маловато. Вернее, район-то молодой. Но ничего, это дело поправимое. Ака, которая является как бы главной улицей Нижнего, делит его на две неравные части – на Заречье и на Нагорную часть. Мы с вами находимся в Заречье. Из восьми районов, имеющихся в Нижнем Новгороде, пять находятся здесь, в Заречье. На этой ровной, гладкой, как сковорода, территории, где бьется индустриальное сердце Нижнего, где живет большая часть нас, нижегородцев. И где расположилось пять районов – это Канавицкий, прошу его любить и жаловать, районы Сормовский, Московский, Автозаводский и Ленинский. Мы сейчас с вами проедем, направляясь в Нагорную часть с тремя районами – Центральным, Нижегородским, Преокским и Советским – по одному из Зареченских районов – по району Канавинскому. Интересно происхождение его названия. Есть много вариантов, объясняющих это. Но наиболее интересное, конечно же, связано с легендой. Якобы в ту пору, когда все жители Нижнего Новгорода размещались на территории Верхнего Посада, это вблизи Кремля. Наиболее богатые и состоятельные из них любили проводить свой досуг, охотясь на левый берегу Аки. Это здесь. И здесь же предприимчивая женщина, прозванная Кумой, построила кабак, который любили посещать приезжающие на отдых. И не успевали они переправиться с одного берега Аки на другой, как начинали кричать. Кума! Вина! Постепенно двоих словах были слиты воедино, получилась Кумавина, затем Кунавина и, наконец, налицо Канавинский район, центр нашей транспортной связи, один из старейших районов города. Ну, а та самая Кума, о которой речь, она не осталась забытой. Много лет спустя замечательный русский композитор Петр Ильич Яковский написал оперу «Чародейка», и вот там в качестве главной действующей героини изображена наша землячка. А когда-то Канавина была слободой, равно как слободой был и сегодняшний его сосед район Сормовский, что с правой стороны от нас расположился. Надо сказать, что центром сегодняшнего района, конечно же, его сердцем является завод «Красные Сормовы». А когда мы говорим об этом предприятии, очень часто можно повторять слово «первый». Там была задута первая доменная печь, построен первый советский танк «Борец за свободу» товарищ Ленин, первые суда на воздушной подушке, на подводных крыльях и многое-многое другое. Как мы вскользь в начале экскурсии упоминали, автором судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, а также экранопланом является Ростислав Евгеньевич Алексеев. Он не родился в Нижнем, но мы считаем его своим земляком, потому что вся его сознательная жизнь прошла в нашем городе. И в тогдашнем Горьком он соорудил, придумал, сконструировал такие знаменитые сегодня суда. Но вот он, студент Индустриального Горьковского института. Сегодня это технический университет, носящий его имя, самый крупный вуз в Нижнем Новгороде. Друзья в шутку его называют адмиралом, а он очень любит заниматься спортом. Да так, что по нескольким видам спорта, а точнее по пяти видам спорта, сейчас он становится мастером спорта. И сегодня такого не встретить. Но более всего сердце Алексеева прикипело к парусным регатам. И однажды на очередной он явился на паруснике, для которого парус изготовил из разноцветных лоскутков тканей. Все выкрасил в черный цвет, и по таким пиратским парусам... Под таким пиратским парусом жюри решила адмирала к соревнованиям не допускать. Так рассудили судьи. А Алексеев взял по-своему. Стартовав последним, он на финиш пришел первым. И так первым быть всегда, везде и во всем, так обдевись этого замечательного человека. Именем которого названа одна из площадей в Сормовском районе. И там же ему поставлен памятник. В период трех лет, с 1925 по 1928 года, и семьи Сормовская, Слобода и Канавинская были городами. Но помните, я говорила, обязательные условия для городов. Очевидно, эти условия выполнены не были. И поэтому из рамка города и Сормовая, и Канавина разжаловали. И тогда-то, в 1928 году, их, эти оба района, присоединили к Нижнему Новгороду. Только тогда, в конце 1920-х годов, Нижний Новгород перешагнул сюда, на этот левый берег Аду. Ну, и, наверное, из той поры среди нас нижегородцев бытует выражение. Поехать в город. Это значит, из-за речи отправиться на горную часть. Вот и мы сейчас с вами едем в город. Выехали на Сормовское шоссе. Само название которого говорит о его направленности в сторону Сормовского района. А в прежние времена об этой дороге, Сормовской большой, по всей России распевали печальную песню. Сормовская большая дорога, вся слезами залита, вся слезами залита, по ней гуляют перекрута. Все дело в том, что эта дорога вела в Балахну, где находилось местное военное начальство. И новобранцев, призванных служить в армии, 25 лет, не год, как теперь, не два, как раньше, не три, как еще раньше, а 25. Конечно же, событие-то отнюдь нерадостное. Потому-то эта дорога полита слезами, а может быть даже и кровью. С Сормовского шоссе, сейчас свернув налево, мы выйдем на одну из самых протяженных магистралей у нас в городе, Московское шоссе. Само название тоже. Его говорит о его направленности в сторону нашей столицы. А знаете ли вы о том, что когда-то эта дорога носила название Старой Кантайной Владимирки? И расстояние на ней мерилось не верстами, а этапами. Все дело в том, что с ранней весны до глубокой осени по этой дороге переправляли из Москвы в Нижний Заключенных. Шли они привязанные по 8-10 человек в ряд металлическим прутом, и повсюду окрест раздавалось их в печальные зонные песни. Невольно в памяти создается такая картина. С этапа на этап по каторжной дороге. Белеет соль на суровье рубаха. Железо кандалов на крови стерла ноги, и песня замерла на высохших губах. А Владимирка тоже нашла отражение, только не в музыкальном отношении, а в живописи. Левитан нарисовал картину, которая и так называется «Владимирка». И если вам посчастливится быть в Партиковской галерее, не проходите мимо ничем не приметной небольшой картины под названием «Владимирка». Ее автор Левитан. Не проходить почему? Да потому что теперь это наши с вами знакомые. Ну уж, коль мы заговорили о предприятиях зареченских, то как же не вспомнить наш автозавод. Самый крупный завод. Сейчас мы на метро посещаем. Наверное, с этой стороны там. Вот там наверху стакан такая, мы не будем посещать. Наверное, мы будем. Поэтому нам надо и не посещать. В конце 20-х годов на страницах зарубежной прессы стали появляться заметки о том, что в Нижнем Новгороде собираются построить крупный автомобильный деканк. По этому поводу американский автопромышленник Форд заявил, «Если и построит, так не более, чем какой-либо заводишко. И не раньше, чем через 10, ну в крайнем случае через 7 лет. Однако не 7, тем более не 10 лет потребовалось нашим землякам для того, чтобы первый автомобиль сошел с конвейера нового предприятия. Правда, это была, что называется, жене с чужого плеча. Фордовская марка. Но пройдет немного времени, и уже отечественные автомобили станут выходить из ворот нового предприятия. А сегодня трудно найти уголок нашей необъятной родины, где не встретились бы автомобили с маркой «ГАЗ». Мы въехали на эстакаду, которая подведет нас к метромосту через Аку. И с его помощью мы доберемся до Нагорной части. Доедем до города. Внизу под нами останется Ака. Но где? Где мы с вами найдем город, подобный Нижнему Новгороду, чтобы в пределах городской черты было бы сразу две такие крупные реки, как Ака и Волга? Такие города еще искать надо. А наш Нижний Новгород, вот он, пожалуйста. Но где? Где мы с вами найдем город, в котором одновременно уживались бы и центр, и окраина? Мы будем в Кремле, будем на центральной площади города, площади Минина и Пожарского. Это все центр и в то же время окраина, потому что на противоположном, на этот раз в Волжском берегу, находится наша Заволжья. То самое, из которого мы только что с вами прибыли. А теперь посмотрите панорама. Вообще наш город знаменит тем, что здесь очень много смотровых площадок. В Москве только одна, Воробьевы горы. А у нас, где есть место для остановки, там и смотровая площадка. И мы сегодня услугами некоторых из них воспользуемся. Тот монастырь, что с левой стороны проглядывается, это монастырь Благовещенский. Мы еще будем.